Христос воскрес, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Пасха – это символ или Христос? Посмотрим, что говорит истина, то есть тот, кто первый сказал это слово и дал определение. Откроем Библию. Пасха сегодня – это служение и пасхальная жертва Господу, который прошел мимо наших домов, когда поражал грех, и тех, кто его делает, и других искушает. А дома наши избавил. Пасха – это символ, праздник или Христос. Пасха упоминается впервые в Ветхом Завете и повторяется в Новом. Пасха праздновалась в Ветхом Завете и празднуется в Новом, потому что Бог сказал, чтобы мы хранили это служение, как закон для себя и для сынов своих навеки. Пасха – это символ в Ветхом Завете. Праздник Пасхи или освобождения отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством Моисея, пророка из рабства египетского. В этот день приносили ягненка как жертву. Прочитаем книгу Исход 12 главу, стихи с 3 по 12. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседам своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Это написано в книге Исход, 12 глава, стихи с 3 по 12. Приготовить ягненка всей семьей. Нужно было приготовить ягненка годовалого и съесть всей семьей, без остатка. Если семья была маленькой, то нужно было разделить на несколько семей. Кровью этого ягненка нужно было помазать косяки дверей на улице. В то время, пока семьи приготовляли ягненка, на улице Бог производил суд над первенцами в Египте. Пасха – это как монета, и есть две стороны. Одна сторона – это жертва ягненка и спасение. Вторая сторона – это суд Господень. А где мы будем с вами, друзья? Какую сторону мы выбираем? Бог дает нам самим выбирать направление в нашей жизни, как мы будем жить. Давайте, друзья мои, окропим свои косяки дверей кровью ягненка. А окропим мы или нет? Я вас приглашаю окропить. Пасха – это служение. Что это за служение? Пасхальная трапеза и заклонение ягненок. Это пасхальная жертва Господу. Как написано в книге 12 исход, 12 глава. Храните сие, как закон, для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дымы Адомы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Это книга исход, 12 глава, стихи с 24 по 28. Пасха – это служение и пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома наши избавил. Пасха – это служение и пасхальная жертва Господу, который прошел мимо наших домов, когда поражал грех, и тех, кто его делает, и других искушает. Адома наши избавил. Пасха в Новом Завете Пасхальная жертва в Новом Завете – это наш Господь Иисус Христос. Как говорил Он сам про себя в Евангелии от Матфея, 26 главе. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 3 стих. «Господь говорил, что наступает Новый Завет человека с Богом, и в этом Новом Завете на Пасхе вместе с ягненком будет принесен в жертву Сын Человеческий, будет предан на распятие». В Новом Завете Пасха – это Сын Человеческий, Иисус Христос, который предан на распятие и принесен в жертву за грех человека. Давайте посмотрим, что говорит Павел о Пасхе. Апостол Павел в 1 Коринфянам 5 главе пишет «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, и во Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Это написано 1 Коринфянам 5 глава стихи 7-8. «За нас, за меня, за вас сейчас принесен в жертву заклан Иисус Христос. Пасха наша – это Христос». И он сказал, как нам праздновать Пасху. А это не с делами греха и хитрости, и обмана, лукавства, а с делами чистоты перед Богом. Быть чистым сердцем и душой, делами. И познавать истину. Читать Слово Божье. Слушать проповеди. Ходить в церковь. И пребывать в общении верующих. Пасхальная жертва Иисуса Христа. Пасха – это как монета. И есть две стороны. Одна сторона – это жертва Иисуса Христа и спасение. Вторая – это суд Господи. А где мы будем с вами, друзья? Какую сторону выбираем? Бог дает нам самим выбирать направление в нашей жизни. И как мы будем жить. Окропим косяки своих дверей кровью Иисуса Христа или нет? Окропить молитвы и покаяния перед Богом. Это прийти искренне с молитвой покаяния перед Богом и верой в Иисуса Христа. В то, что Он сделал для нас. Что Он взял наши грехи на Себя. Был наказан вместо нас на кресте. Был казнен и похоронен. Но Он на третий день воскрес. Пасха сегодня – это служение и пасхальная жертва Иисуса Христа Господу, который проходит мимо наших домов, когда поражает грех и тех, кто его делает, и других искушает. А дома наши избавляет. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok